МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Александрович, вы сказали, что вы тоже агроном, но скорее полевод. Я знаю, что агрономы тепличники на вес золота, а что с садоводами? Агроном-садовод. Что у нас дороже золота? На вес алмазов. Но на самом деле нехорошие события последних лет серьезно подорвали эту отрасль. Соответственно, подорвали и кадровую подоплеку, кадровую сторону вопроса. Сегодня найти хорошего садовода – большая проблема. Наверное, правильно в этом сейчас их воспитывать. Потому что старые садоводы абсолютно не годятся, потому что там абсолютно другая философия других технологий устаревших. Новшества вырываются стремительно. Мы, начиная с сады, наверное, уже на третий год, уже можем корректировать свои первые проекты. Через три года настолько стремительно меняются технологии. А в чем корректируете? А вот, например, некоторые, ну, буквально качественный пример. Мы когда-то запланировали высаживать некоторые сорта с междурядием 3 метра 30 сантиметров. И вот этот уже трехлетний опыт позволил нам принять решение, что эти же сорта выдержат междуряди 3 метровые. Это 10% уплотнение гектара. А почему это так важно? Ну, это же прямая экономика. При тех же затратах мы имеем на 10% растений больше. Соответственно, гипотетически 10% рост урожая. Простая экономика. А вот это междуряди рассчитывалось, исходя из чего? Чтобы техника прошла? Ну, конечно же, предполагается, что обязательно работа техники должна беспроблемной быть. Хотя, конечно же, такие междуряди требуют определенной аккуратности от механизатора. Но вообще-то еще большим критерием является предрасположенность каждого сорта к такому загущению. Либо, наоборот, не загущению. Скажите, мы находимся сейчас где? Что это за сад? Мы находимся в зоне реализации нашего проекта супертенсивных садов. Конкретно вот это второй этап. Это сорт гала. Гала-бакай. Это второй год роста. Прошло цветение. Мы можем уже увидеть зависть сформированную. Схема посадки 2 метра 80 сантиметров. На 70 сантиметров внутри, рядом между деревьями. Здесь мы видим 5,5 тысяч деревьев на одном гектаре. Вот такая схема посадки. Как устроена вся эта конструкция? Можете рассказать? Вот эти бетонные опоры? Ну, как бы все достаточно классически. Бетонные опоры из напряженного бетона. То есть, он должен обладать определенными свойствами. Система шпалер протянута. Каждое растение имеет свою опору индивидуальную в виде такого бамбукового стержня, бамбукового стебля. Это имеет свои позитивные моменты. Сетка V5 типа. Это новый тип сетки. Он только-только в России получил опостранение. Имеет массу позитивных моментов. Вот мы сейчас находимся сразу после цветения. В момент цветения никто сетки не разматывает. А мы благодаря конструкции этой сетки, видите, вот этот коридорчик свободный для прохождения, проникновения насекомых, мы имеем возможность укрытия садов сеткой намного раньше, даже в период цветения. А с учетом сегодняшнего изменения климата, когда мы получаем сегодня ранние грозы и грады, это очень большой плюс. Мы сейчас сегодня уже защищены от града. Понятно. То есть, защищаете еще во время цветения. Да. Но у вас же есть защита и от холодного воздуха. От холодного воздуха мы предполагаем. Старые традиционные методы защиты, это дымовые шашки. Где-то можем поднимить соломой увлажненные. Сетка защищает же еще от града, имея возможность вот таких вот, именно этот тип сетки V5 имеет возможность защитить от града от перегрузки градом. Вот, наверное, правильнее так сказать. Вот старый тип сетки не имел возможности понести на себе большие количество выпавшего града. Столбики ломались вместе с деревьями, все это рушилось, падало. В нашем случае вот подобные, назовем их клапанами, назовем их предохранительник клапанами. Вот то, что вы видите, пластиковые элементы, которые называются плакеты, дают возможность нам иметь своего рода предохранитель. При перегрузке они раскрываются, отсыпаются междуряди и все остается неповрежденным. Понятно. Если я правильно поняла, там в рулонах тоже лежит сетка. Да. Она разных цветов, красная, зеленая и здесь черная. Да. Почему? Разные сорта требуют разного укрытия. Допустим, зеленый сорт требует черная, нам нужно защитить максимально от ультрафиолета, зеленый сорт не должен пожелтеть. Допустим, этот цвет сетки предполагает подобную защиту. Понятно. От ожогов, получается, тоже защитить? Само собой, да. Он забирает часть интенсивности вот этого ультрафиолета. Скажите, как вы минеральное питание вносите с каплей или сделать в землю? Ну, во-первых, изначально при закладке сада были сделаны определенные внесения основных, удобрения основных. Это такие, как амфос, чтобы фосфор уже заложить в большом объеме изначально. А потом, конечно же, подпитка азотом, подпитка микроэлементами осуществляется через систему орошения из растворного узла, подается в растворенной форме. И благодаря всей системе под корень каждого растения попадает в том же самом растворенном виде, то есть в самой своей форме. А что за сетка внизу? Эта сетка предполагает защиту от грызунов. Наши грызуны – это зайцы. Пока растение молодое, очень важно впервые два года защитить его от повреждения с зайцами, грызунами нашими. Может, какие-то еще технические решения у вас интересные? Какие у нас еще технические решения? Что я упустил? Ну, здесь, знаете, вот, например, вот видите, вот эти дуги. Здесь будет растянута боковая сетка. Никто это не использует. А мы здесь, имея боковую сетку, защищаем, ну, метр-два крайних растений. В конечном пересчете, если на гипотетические грады, все перевести на гипотетические потери, это тоже имеет свою экономику. Даже вот этот элемент. То есть один-два метра в наших – это три дерева, да? Угу. Понятно. Ну, такой тип закладки подходит для любых сортов, да? Ну, не совсем для любых. Вот я назвал галу бокаль. Здесь семеренка с такой схемой. Некоторые нет, не имеют такой возможности так загуститься. Чем отличается суперинтенсивное садоводство от того садоводства, к которому мы привыкли в советские времена еще? Урожайность. Экономическая эффективность. То есть здесь можно получать от 70 до 90 и больше тонн с гектара, имея те же затраты на пестициды, на удобрения. Как бы ручные работы не особо много стоят, а экономическая эффективность лучше с такого сада суперинтенсивная. То есть здесь есть возможность поставить сетку, то есть более целесообразно, так как защитить, грубо говоря, на гектаре 100 тонн или 30 тонн, разница есть. Себе стоимость этой сетки будет дешевле. То есть здесь. А также от ожогов защищает от солнечных, от всего. Просто мы можем конкурировать с заграничными яблоками, которые возятся в нашу страну, имея хорошее качество плодов и большое их количество. Ежегодно, не впадая в периодичность, получается, и имея возможность регулировать ценой дешевле, дороже и всегда быть в прибыли. Закладка сада начинается с чего? С внесения основных удобрений, с выбора? Закладка сада начинается с анализа почвы и воды, выбора участка под него. А дальше уже, да, планирование территории, инфраструктуры, схемы самого сада, сорта. То есть конвейер подбирается. Изначально здесь вот три этапа. И мы, когда закладывали первый этап, мы уже знали, какие сорта будут на всех трех, чтобы это было сбалансированное. По сортам, по уборке был конвейер, чтобы не в одно время, но нужно было очень много людей привлекать. Вы сказали, с анализа почвы. Суперинтенсивный сад не для всякой почвы подходит? Вообще любой сад не подходит для всякой почвы, да. Так, а что нужно? Обязательно орошение. Орошение обязательно нужно, да. Здесь эти сады на этом подвое, ну, без орошения, ну, не будут расти. То есть им нужна опора, у них корневая система не такая, как на среднерослых саженцах. То есть она, ну, компактная. То есть без опоры она держаться не будет. Вот, капля дает, ну, капельная линия дает нам возможность вносить удобрения. Вот, то есть, ну, без него никак. Вносятся удобрения только каплей, да? Почему нет? По листву тоже вносим, в опрыскание добавляем удобрения и работаем. По листву в каплю, да. Когда начинаются работы сезонные в саду? Всегда. Они идут всегда, да. То есть круглогобично. Там женицы, там есть февральские, там... Нет, нет, здесь, то есть, ну, давайте так, начало сезона начнем с обрезки, да, можно сказать, с декабря месяца. После листопада мы приступаем к обрезке. Всю зиму мы обрезаем. Весной, там, грубо говоря, ну, где-то какие-то работы, там, ну, поросли удалить, там что-то, сетку монтировать. То есть нам всегда есть чем заняться. Следом идут зеленые операции. Ну, и другие, другие работы, они всегда идут конвейером. То есть простого здесь никогда нет. В сельском хозяйстве мы всегда, вот, прям... Зеленые операции, это что такое? Ну, это вот работа с проводниками, ну, как, работа с деревом, то есть выделение центрального проводника, там, какие-то зеленые обрезки, то есть, ну, работая с молодым деревцем постоянно. Картофель обрыскивают каждую неделю. А что с садом? Ну, сад тоже раз в неделю обрабатывается. Ну, смотрите, нет, у нас начинается с момента распускания почки, то есть зеленый конус, фазы, и дальше уже там по фазам развития вносятся... А чем работаете? Фунгицидами? И фунгицидами, и сетицидами, и удобрения добавляем в симуляторы роста. То есть все-все-все, что нужно для сада, да. Для его нормального развития, для создания его определенного иммунитета к стрессовым ситуациям. И что он, ну, всегда рос, несмотря на какие-то катаклизмы, там, тоже рату, заморозки или еще что-нибудь, там, потопы, не знаю. То есть он всегда должен расти нормально. Мы ему для этого должны создавать условия. То есть, ну, нельзя сказать, что обработки проходят в какое-то определенное время. Там, пшеницу, допустим, подкармливают 2-3 раза. Нет, здесь есть в определенной фазе ложатся нужные препараты. То есть не просто там, ну, работаем и все, да. То есть в эту фазу такой препарат, в эту такой. То есть, ну, есть технология, да, по ней работаем. Скажите, из каких-то биологических методов применяется что-нибудь? Ну, а пыление при помощи шмелей, да? Ну, пчел и шмелей, да. А защита, например, с нарекомыми? Добавляем, но инсектициды нет. Мы используем биопрепараты вот от клеща, допустим, во второй плане лета, уже перед уборкой. То есть мы не пользуемся препаратами, которые могут навредить здоровью человека, когда он его купит и покушает, и не дай бог, что-то случится. То есть уже ближе к уборке начинаем использовать и биопрепараты, и препараты, которые специально созданы уже в предуборочный период. У них там период распада 7-10 дней. То есть мы обработали даже, собрали. Пока он дойдет до потребителя, на нем уже ничего не будет. Понятно. То есть мы об этом заботимся тоже. То есть не так там. Вы начинали свой рассказ с того, что в суперинтенсивном саду такие же затраты на обработке, как и в... Да, гектарные дозы идут. То есть что на 4-метровом междурядии идет там доза на гектар определенно, что на 2,8 идет такие же дозировки препаратов. Поэтому вот и на пестициды затраты идут одинаковые. Что туда нужно, так же обрабатывать. А близко посаженные, это не влияет на расслабление болезни? Нет, нет. Ну для этого нужно их правильно обрезать, ухаживать за ними, кормить. Ну то есть соблюдать технологию нужно. Все будет нормально. То есть за границей есть сады еще и поплотнее, да. То есть мы как бы это для нас в нашей зоне, ну мы считаем, что самое оптимальное. Понятно. Саженцы для суперинтенсивного сада, они отдельно. Вот вы сказали, особенно в стих, там корневая система слабая, да? Ну да, но это М9 подвой, да, как бы он не сильно рослый. А это подвой от чего? Какого? Ну подвой, просто подвой. М9, М106 есть, их очень-очень много. Они отличаются по силе роста. То есть по каждому стиху. Нет, просто подумала, что за культура. Нет, нет, это подвой. То есть на него можно привить любой сорт. Просто он отличается по ростовым процессам дальше дерева. Саженцы уже в каком состоянии приезжали? Ну они приезжали, то есть высота их была от полтора до двух метров. Ну то есть общая, да. Все приживаемость? Ну да, приживаемость у нас, в общем, выпадов 0,3-0,5% в год. То есть это очень мало. Практически нет. Да, практически нет. То есть главное соблюдать, учитывать все мелочи при посадке. Так как это происходит один раз с деревом. И уже потом мы исправить ничего не сможем. То есть надо там, ну то есть есть технология посадки, которую тоже нужно соблюдать. И внимательно за всем этим следить. Вот выкопки, там в прикол положить, там замочить, то есть там добавлять какие-то стимуляторы, притапкивать, то есть поливать. То есть за этим всем надо четкий контроль, выполнение и все будет нормально. Скажите, вот по урожайности, когда на максимальную мощность сад выходит? Ну на 6-7 год. Дает максимальный урожай, да? Да. И дальше ежегодно, еще лет 15 он будет столько. 15 лет? Ну 5 лет, 5-6 лет пока растет и еще, да, лет 15 будут активно плодоносить. Дальше он и будет тоже жить, но только уже начнет идти на спад урожайности. То есть экономически эффективно, это вот от посадки до его пика, ну 20 лет, 15-20 лет. Просто как-то обычная интенсивность, она связывается в голове с тем, что это недолговечно. Нет, нет. Допустим, коровы высокоудойные, там 3-4 года и все это. Нет, нет, это неправильно. Сад 20 лет может существовать? Ну то есть пока он там молоденький, говорю, он там до 5 лет, да, там и еще, говорю, ну лет 15 он будет расти. То есть мы были за границей в Германии, там у человека, да, вот сад. Ему было на подвой М9, ему было 40 лет, этому саду. И он на нем получал, по-моему, тонн 50. Он говорит, раньше получал 90, сейчас 50, ну корчевать не буду. То есть они будут долго расти, как за ними ухаживать просто. Вопрос такой, сад существует уже несколько лет и с каждым годом, я так понимаю, увеличивает урожайность. Можете привести цифры, вот насколько она растет, это урожайность? Да, могу привести цифры. В первый год сад дал где-то от 1,5 до 3,5 тонн с гектара. Ну у нас разные схемы посадки, 2,8 и 3,3, то есть на 2,8 между ряде сад дает гораздо больше урожая. На второй год, то есть он поднимается, то есть мы получили урожай от 12 до 20 тонн с гектара, чтобы было понятно. Вот мы сейчас находимся на втором годе, как говорится, мы с этого, как говорится, кваштала, с гектара собираемся получить урожай до 15 тонн. Да, на второй год. До 15 тонн. Мы можем больше получить, но суть в том, что нам нельзя перегрузить дерево, чтобы оно у нас выросло нормально, достойно. Да, это должно быть ступенчато, должно расти, то есть резкого увеличения не должно быть. Мы погубим дерево, или оно впадет, может быть, даже в периодичность. Как вы боретесь с тем, чтобы дерево не сделало слишком много завитий? Прореживание, прореживание, это очень один из факторов хорошего урожая, хорошо вырастить дерево, это прореживание. Потому что, если оставим много, то дерево ослабнет. Он перегрузится, если еще бочку не заложит. Да, то есть уже будет мало. Тут мы даже в прошлом году два раза делали прореживание, потому что первого раза не хватило. Мы посмотрели, можно еще выкинуть. У нас яблоки, то есть они ухрупняются. То есть лучше получить яблоко 65-80 в радиусе 75, чем получить, допустим, больше яблок, но мелких. То есть мы хотим получить именно качественное яблоко на качество. А как вы рассчитываете, сколько яблок должно остаться на ветке или на дереве, как вы считаете? Визуально. Визуально, вручную, все считаем. А прореживание химическое или вручную? Вручную и химическое сейчас будем пробовать. В этом году уже на первом этапе, на трехгодичных, уже будем химическое тоже применять. А последствия и ручное, и механическое еще есть. То есть есть специальные агрегаты с бечевками такими. Они пробивают, цветки сбивают. И по необходимости еще и химическое прореживание. То есть оно комбинировано. Это очень серьезное дело. Именно вот на армирухку. То есть тут самое главное не перегрузить ее. И сбалансировать, одним словом. Сбор ручной, да? Сбор, да, ручной. А людей много требуется? И где вы берете людей, чтобы... У нас есть основной состав людей. Ну, у нас, как говорится, еще предприятие большое. Мы можем людей нанимать именно на уборку. То есть это создает опять рабочие места. И еще со своего хозяйства брать людей в помощь. Понятно. Так, ну, у меня, в принципе, вопросы закончились. То есть что-то хотите еще сказать вот об уникальности, между этого хозяйства? Какие-то технологии, которые здесь применяются необычно? С точки зрения агрономии? Необычные. Здесь все как бы применяется, как должно быть. Да, ну, то есть... Ну, и мы видим, что здесь мы будем получать не менее 90 тонн зитая. Мы это верим. Видели результаты у самих получалось на определенных там участках. То есть к этому стремимся. Чтобы было не хуже, чем за границей, а даже лучше. Чтобы они к нам приезжали и учились. Да. Это было бы неплохо. Спасибо.